всем привет решил все таки продолжить снимать выкладывать видео хотя еще не знаю выложили этого видео или нет чем хотел поделиться у нас тут что-то происходит из погоды его вообще у меня что-то в жизни какие-то момент непонятные я бы сказал катаклизмы ну конечно это не то что прям катаклизмы но ситуации нестандартные происходят после моего выхода из матрицы окружающая реальность она просто начинает трансформироваться то есть то что сейчас даже за окном происходит это май месяц на улице плюс 4 всего середина мая раньше мы в это время уже я не помню года чтобы мы в это время ходили в куртках в теплые в теплых одеждах а сейчас приходится одеваться потеплее на улице идет дождь хорошо что не снег а то последнее время и может и снег еще выпасть запросто так что народ не пугайтесь я постараюсь все исправить а значит тема сегодняшнего моего видео это про взаимопонимание между людьми мне эту тему собственно подсказал андрей преподаватель философии в университете в каком-то я даже не знаю в каком мы да простит он меня за мою неосведомленность в этом вопросе мы с ним общались и как раз затрагивали эту тему взаимопонимание что люди общаясь друг с другом практически ну практически они друг с другом не общаются вот так то есть все наше общение оно сводится к тому что кто-то что-то высказывает но это я имею ввиду когда вот мы что-то обсуждаем там касаемся каким каких-то тем особенно личностного характера там духовных тем то как правило в этом случае один просто делится своими переживаниями а другой делает вид что он эти разглагольствования своего товарища слушает но даже если он их слушает он все равно нихрена не понимает того что говорит его товар из того что говорит его товарищ но это наверное не только мое замечание я и раньше сталкивался в книгах каких-то которые я читал свое время пачками томами назовем так где-то я уже с этим столкнулся наверное в силу того что да как как многие говорят наш язык он несовершенен наши словесные формы они больше подходят для каких-то бытовых решения бытовых проблем то есть там принеси подай пошел нахер не мешай вот если вот образно говоря грубо выражаясь то приблизительно так это где-то происходит но что касается когда того момента когда мы начинаем раскрывать свой внутренний мир свои какие-то убеждения умозаключения мировоззренческие какие-то свои пытаемся делиться своими картинами то здесь конечно полный капсдец происходит по причине того что прежде всего даже сам рассказчик пытаясь передать свои чувства и эмоции уже впадает в ошибку используя язык используя как бы общепринятое вербальное наше общение да именно впадает в ошибку когда мы пытаемся описать наши чувства то тот словарный запас который имеется у людей наверное он все таки недостаточен и не точен для этих целей то есть уже получается что сам человек по сути лжет недаром в библии написано всяк человек ложь вот здесь это прям в точку я считаю всяк человек ложь потому что уже язык сам по себе несовершенен который мы используем да и насколько мы понимаем то что внутри нас происходит это тоже вопрос ну да ладно ну а другой собеседник слушая искаженную уже точку зрения пытается ее если он ее еще даже если он хотя бы ее пытается воспринимать то он ее скорее всего интерпретирует тоже по-своему то есть здесь получается такая запутанность что просто кобздец вот такая вот заварушка у нас в жизни ну ничего как-то мы живем как-то мы друг с другом находим общий язык даже я имею ввиду в личностном общении там с женами с друзьями с детьми хотя вот с детьми как правило сложнее это происходит да и с женами с мужьями да и с друзьями не все так просто но с детьми это особенно на мой взгляд тяжело получается так что вот так ладно не буду вас больше задерживать до новых встреч я тихо до сих пор Продолжение следует...